Всем привет! За мной только что заехала Даша, она начала снимать влог, и я думала, блин, почему бы мне не снять влог? Дашуля. Мы сейчас едем с Дашей, ее знакомой, да, или какая-то? У Даши есть знакомая, которая занимается оптикой разноинтересной по оптовым ценам. Даша меня, как любитель оптики, пригласила с собой за компанию, взяла меня, может, я с ней тоже что-то присмотрю. А Дашулька намерена прям серьезно купить себе какую-то пару крутых очков. Да? Да. Но только мне нужны очки не от солнца, а от солнца. Да, да? Да, да, да. У нас опять выпал снег, очень мокро на улице, совсем не холодно, но погода противная. Я вчера целый день лежала дома и вообще не вставала. Дашуля, что вчера делала? Ой, что это, корченьки? А, у нас была бьюти-съемка на курсах. А у нас девочка что-то. У нас был профессиональный фотограф, я делала девочке макияж. Ну да, посмотрите, у Даши влоги, я ссылочку оставлю внизу под видео. Мы с Дашей решили зайти пообедать и шли, вспоминали Наташу, потому что мы с Наташей здесь сидели и спросили. Привет! Наташа тут живет. Так что сидим теперь тут, обедаем в компании, в блогерской. Всем привет! Сейчас заплачу. А ты мне сам подкасал? Да. Да? Красивее. Класс, смотрите, какая открыточка. Тюльпаны это мои любимые цветы. Я не знаю, что может быть красивее свежего букетика тюльпашек. Они такие милашки. У меня к вам вопрос. Я сниму шляпу, я удела, потому что у нас погода жуткая опять сегодня. Как вы относитесь к 14 февраля? Для вас это какой-то особенный праздник или это просто обычный день? Вот честно, меня не вижу свой вредный характер. Меня перед какими-то особенными праздниками, там типа особенно день рождения, там или 14 февраля, начинает конкретно так колбасить. Я Артуру даже ничего не подарила в этом году. Будьте прости меня, пожалуйста. Он мне сказал, говорит, не тратни мне деньги, у меня все есть. Но у него реально все есть, что я могу подарить. Но зато я Артуру часто делаю подарки просто... Ну никак не часто, но периодически делаю просто так подарки, да, Кисель? Да. Делаю? Делаю. Как говорится, к черту 14 февраля я люблю тебя каждый день. Иногда можно поскучать. Ну да. Это не есть плохо. Да, это точно. Не может быть все время все идеально, все время весело, все время забавно. Должны быть какие-то моменты, когда... Да, то есть нужно научиться принимать эти моменты, когда в отношениях не может быть все гладко на самом деле. Сейчас очень много девушек не могут найти свою вторую половинку, там даже они не могут... Просто вот их отношения заканчиваются после первого же свидания, потому что девушки себе там строят какие-то замки, да, фантазируют. Это ждут какого-то принца, что он там сразу ему подарит iPhone 7 Plus. Что он там будет носить ее на руках и вообще все будет в шоколаде, развлекать ее каждый день. Короче, ну такого не бывает на самом деле. Поэтому... Вот и кивает. Поэтому вот так. В общем, мы сейчас едем ужинать, точнее обедать, потому что мы очень поздно спохватились и уже все было забронировано, а мы хотим поехать в новый ресторан Коя. Это вообще мировая сеть, он много где есть. Так что как раз для свиданий, мне кажется, лучше всего кушать какие-то там, типа, как бы это не было примитивно, суши, ну там, типа... То есть ты не объедаешься тяжелой едой и тем не менее. Так что, как раз, либо если fuera, либо неへ, но вот так, либо там кушать, либо так, либо суши, ну там,ик, либо ты, либо не так. В общем, мы покушали в Коя, сейчас идем в реприз на десерт. Вкусняшки кушайте. Мы сейчас переехали на Русановские сады, если кто знает, если кто, может, здесь был из Киева, если кто живет на Львобережной. Я здесь прожила 4 года. То есть с первого по четвертый курс у нас здесь с моими родителями был дом. Но дом был очень большой, мы его продали. Сейчас строим другой дом, параллельно живем в квартире. Но я каждый раз, когда сюда приезжаю, у меня такие воспоминания нахлынувают на меня. Я очень скучаю за этим временем. Сразу, когда я сюда переехала, я поступила в университет. У меня там появилось еще много новых друзей, новых впечатлений. Закончила университет, я тоже в этом доме. Ну, не университет закончила, а бакалавра я получила. Здесь, кстати, некоторые участки такие очень страшные, заброшенные. А некоторые участки очень красивые, большие доматки. Я здесь по этой сейчас улице иду, по 6 улице. Вот так она выглядит. Здесь хорошая дорога лежит. Не везде хорошие дороги. Я здесь обычно по вечерам бегала туда в конец. Это где-то метров 700 и обратно. То есть такая у меня была легкая пробежка. Я до конца добегала там в пляж в конце. На пляже делала разминку. Кстати, в одних из своих видео я рассказала, что когда-то я бежала, побежала в конец, делала там где-то в кустах разминку на пляже. И на меня напала какая-то пьяная женщина, которая говорила, что я соблазняю ее мужа и что-то такое. В общем, сейчас с Артуром идем на пляж. У меня погода замечательная. Спустя всю зиму сегодня 10 градусов. Очень тепло вообще. Самое время для прогулки. Боже, как я скучаю за этим временем, когда я здесь жила. Вы все не представляете просто. Расскажите мне, как у вас? Я не знаю, я просто настолько сентиментальный человек. Стану так, чтобы вам красивее было. Я так скучаю за своим детством. Я его так... Для меня это такие мощные моменты были. Я не знаю, для меня настолько важно то, как формировался мой характер. То вот эти вот все моменты. Я помню каждую там деталь своего детства. Каждое место, в котором я была в своем детстве. Вертолетный. И каждый раз я надеюсь, типа, жить моментом сейчас, как советуют все вот эти вот книги, да, не задумываться о прошлом и не бояться за будущее. Но тем не менее я очень сильно скучаю за своим прошлым и переживаю реально за свое будущее. И не знаю, но я такой человек. Мне трудно идти против своего характера и делать так, как советуют в большинстве книгах, цитат и так далее. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok